Ситуация с ангизурским коридором и налаживание действительно новых связей инфраструктурного характера в регионе Азербайджан идет в глобальных трендах. То есть он работает на будущее с пониманием контекста, с пониманием международной политики, с пониманием того, насколько в этом заинтересованы Китая, Турция, Россия. И он как бы выступает с точки зрения того, что на месте не стоит, двигаться-то надо, развиваться надо. И процесс глобализации даже коронавирус, как мы видим, особо-то и не отменил. И законы международной торговли, можно их бесконечно игнорировать, но, вы знаете, это чревато. Все, кто их игнорирует, режимы политические, те, кто мешает развитию в дальнейшем, они бывают сметены тем или иным политическим процессом внешнего характера или внутреннего характера. Поэтому можно сколько угодно там капризничать, пытаться наварить себе на этом какие-то дополнительные очки. Но историческая правда, вот в данной ситуации, не говорю, что что-то хорошо или что-то плохо. Я просто говорю о том, что есть объективные вещи того, куда движется там человечество, того, куда движется экономика, то, в чем заинтересовано большинство глобальных игроков, вот в этом смысле Азербайджан выполняет эту функцию верно. Мешать ему в данной ситуации неверно, даже без учета, еще раз повторяю, каких-то предысторий, вот понятно, обид там, проигрыша, реваншистских настроений, о которых сейчас тоже принято говорить, что они очень сильные там в Армении, становятся в определенных кругах. Но это все равно пытаться затормозить ход истории, это пытаться не пустить тенденции будущего, но это невозможно, это проигрыш. Поэтому нужно пытаться даже из того, что есть, получить преимущество, тем более, что есть такие возможности в Армении, можно было бы сыграть как раз на движении вперед, на экономическом росте, который неминуемо пойдет вслед за разблокированием этих коридоров. Специально для YouTube канала Modern Token современный разговор Павел Кулачков.